7 июня в региональном УМВД говорили о детской и подростковой преступности, которой с начала года зафиксирован небольшой рост. Возросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. На общем фоне преобладают имущественные преступления. Нередко именно дети и подростки, влекомые обещанными заработками, становятся курьерами в мошеннических схемах. В этом году от имени следователя на стационарный телефон пожилой гражданки был осуществлен звонок с сообщением, что ее правнучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и для урегулированного данного вопроса требуются денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, что она в общем-то и сделала. Курьером при этом выступил студент одного из колледжей города Твери. В дальнейшем в данную противоправную деятельность он привлек своего знакомого, который точно так же вместе с ним совершил преступление аналогичного характера. Нужно помнить, курьер – разменная монета в мошенничестве. Их быстро задерживают, и подросткам приходится отвечать по закону. По данным полиции, с начала года в Тверской области на учет поставлено 554 подростка-правонарушителя. Большинство из них воспитываются во внешне благополучных семьях. Постановка на учет – дело серьезное. И если ребенок не исправится, последствия могут изменить жизнь молодого человека. Сейчас все это ведется информацией в электронных базах. Она по всей стране, можно посмотреть, стоял ребенок на учете, с какого времени, когда и за что. Поэтому здесь нужно понимать, если в дальнейшем ребенок хочет связать свою судьбу с военной профессией, со службой в полиции, если хочет получить хорошее образование и занимать престижные должности, то здесь нужно подумать о своем поведении. Я всегда говорю, при совершении какого-либо деяния, при совершении какого-либо поступка, обязательно нужно подумать о тех последствиях, которые могут после этого происходить. Нередко за внешним благополучием семьи скрывается полное равнодушие к детям и их интересам. Или отсутствие времени для занятия ребенком. Именно из-за этого многие ребята нарушают закон или уходят из дома. По всем вопросам, по всем проблемам, которые возникают в жизни ребенка, он шел именно к родителям. Не к друзьям на улицу, не к каким-то посторонним тетям, дятям, а именно к родителям. А родители иногда в силу загруженности на работу, в каких-то иных обстоятельствах, не всегда это понимают. И достаточно какого-то одного момента, который разделяет родители и ребенка. А на аргумент некоторых взрослых, мол, в свое время мы гуляли где и когда хотели, и ничего, выросли, Анна Рындина отвечает так. Сейчас дети рождаются уже другими. Сейчас другой век. Сейчас вообще другая среда. И родители другие, и дети другие. И мир у нас другой. И не было вот социальных сетей, не было интернета, не было той опасности, которая подстерегает ребенка на каждом шагу. Лето – самое время для более тщательного присмотра за своими детьми. Совместно с Центром занятости и Министерством молодежной политики региона сотрудники полиции разработали большой план привлечения трудных детей к работе и различным познавательным мероприятиям. Но вот вопрос – все ли родители дадут согласие на полезное отвлечение своего чада от улицы и безделья? Некоторые говорят прямо – моей детятке этого совсем не нужно.